всем привет из околомосковья сегодня у нас видео на тему кружок познавательного египта сегодня я расскажу как в общем-то создаются в египте семьи именно семьи где мама египтянин папа египтянин то есть традиционные египетские семьи еще раз повторю во многих видео говорила повторюсь еще раз все что рассказываю про египет я не восхищаюсь и не осуждаю я рассказываю просто то как это есть я могу высказать относительно какого-то пункта свое мнение но большинстве своем я просто рассказываю то как оно есть это не осуждение не сарказм они чтобы то ни было это просто мои заметки то что мною увидено то что мною подмечено ну это что как бы те знания которые мне удалось приобрести относительно какого-то какой-либо темы так значит создание семьи в египте все происходит совсем не как у нас начинается все с того что в принципе от момента знакомства до момента самой свадьбы могут пройти годы а то и десятилетия это процесс очень длительный бывают конечно бывают исключения когда исключение или из любого правила всегда бы это исключение но мы рассмотрим рассмотрим такой как бы стандарт да как как если можно так назвать а стандартом но ситуация стандартная ситуация создания семьи между египтянином и египтянкой значит начинается все с того что молодой человек заметив какую-то девушку или может быть давно за ненаблюдавшим у тебя не росли вместе а понимает для себя что вот он хочет на ней жениться не по матросин и бросил такого у них принципе не будет а он готов на ней жениться он с этими намерениями идет к ее родителям либо он идет с ними знакомиться либо даже слез не как бы с ними знаком он идет к ним чтобы озвучить свою цель цель данном случае это женить бы на их дочери после того как знакомство состоялось молодой человек озвучил свою цель жениться на данной девушке семья соответственно рассказывает об этом всем всем своим знакомым всей полностью всей своей семьи то есть чтобы обе семьи были в курсе что вот молодые люди решили пожениться после до во время этого хождения девушки молодой человек должен подарить ей кольцо золотое или там серебряная ну то есть это все зависит уже от благосостояние семьи в идеале конечно золотое потому что золото они любят гораздо больше причем желтое либо красное значит он дарит ей кольцо даже если так случается что даже в большинстве случаев наверное девушка не сразу одевает это кольцо то есть она может просто у нее лежать дома как подарок но все родственники будут знать что подарок пешка первый подарок так сделан она может его носить в общем это не при мне кажется не принципиально у них момент насколько я знаю дальше собственно после того как обе семьи в курсе что люди собираются молодые люди против пожениться после этого этим молодым людям разрешено общение между собой то есть они могут гулять они могут ходить в кино они даже могут о боже мой держаться за ручки но это в крыше в крайних случаях не всегда они ходят вдвоем большинстве случаев кто-то из членов семьи со стороны девушки либо со стороны молодого человека должны на этих встречах присутствовать то есть там а пойдемте погуляем там моя дорогая любимая пойдем с тобой погуляем в кафе да хорошо и берет с собой сестричку там не знаю подружку либо его сестру это делается не для того что не потому что им не о чем друг с другом разговаривать а для того чтобы невеста могла себя обезопасить от дурного слова скажем так то есть чтобы никто не мог усомниться в том что она чистая благородно и что у них на данный период на данный момент вот такой период так сказать общения и знакомства но обе стороны уже знают о том чем может закончиться это общение чем она в большинстве случаев и заканчивается после того как какое-то время проходит какой-то период тут опять же на усмотрение обоих молодых людей на усмотрение семей ну скажем так после того как молодые люди понимают что им интересно между собой общаться что у них есть какие-то общие интересы что они подходят скажем так друг другу но на первоначальном этапе насколько это можно понять да просто вот общаясь после этого каждый так молодые решают что они друг другу подходят обе семьи назначают дату помолвки дата помолвки это как бы как первая свадьба можно сказать на эту дату помолвки они могут обменяться кольцами на большинстве случаев так и случается в большинстве случаев но куда мне без тавтологии кроме того что до этого он подарил ей кольцо сейчас он должен подарить также ей золотые украшения это будет называться у них шай шапка так сказать дары подношение у них называется шапка это золотые украшения которые опять же выбирает невеста не знаю серьги в общем данном случае все опять же зависит от благосостояния семьи но мы рассмотрим стандартный стандартную ситуацию то есть скажем шапка это должна быть что в ней это уже на усмотрение обоих семей девушки молодого человека мама папа и всех всех тому подобных то все решается уже от возможности обоих семей далее на этой помолвке накрывают столы приглашают людей уже не только семья может быть в курсе что люди будут жениться а там не знаю там дальние родственники соседям соседи всех приглашают чтобы на глазах у всех молодой человек сделать официальное предложение девушки ну так говоря нашим языком далее тоже должно пройти какое-то время опять же время идет на усмотрение семей на усмотрение девушки с молодым человеком на усмотрение финансовом плане как кто готов там не знаю там может быть кто-то должен закончить из них институт университет чем неважно то есть дальше опять проходит какой-то промежуток времени после чего собственно сама свадьба да если во время в то время когда прошла помолвка и до самой свадьбы молодые люди решают не жениться по каким бы то ни было причинам невеста должна вернуть все драгоценности которые ей преподнес молодой человек вернуть ему обратно в семью ну мы рассмотрим вариант когда свадьба все-таки свадьбе все-таки быть свадьба обговаривается между двумя семьями это тоже достаточно длительный процесс молодой человек также обговаривает с невестой с ее семьей еще одно подношение это называется махар то есть это как подарок выкуп как угодно можно назвать но опять это драгоценности это может быть какие-то детали интерьера там не знаю но все что угодно но в большинстве случаев конечно они берут золото золото бриллианты точка уходи когда вы видите товар обговаривается махар дальше по скажем так их традициях жених должен предоставить для семьи жилье с мебелью то есть это проблема жениха где будет жить семья это проблема жениха невеста в этот дом приносит собой бытовую технику текстиль то есть наполнение да такое можно так выразиться это вот у них такое обязательное разграничение именно наверное поэтому вот между процессом помолвки и процессом свадьбы могут пройти годы пока жених сможет заработать деньги на то чтобы в семье было жилье либо если у них есть такая традиция что они живут большими семьями там их трехэтажные четырехэтажные дома и в этой семье живут разные поколения как правило у каждого сына есть свой этаж ну как правило во что сыновья уходят по приобретают свой дом и как бы строит свои отношения уже в своем доме но так случается что до женитьбы они живут на там первом втором третьем любом этаже в доме отца жениха это тоже считается жильем то есть если у него есть такая возможность да без проблем невеста может сказать что да хорошо я готова так пожить какое-то время опять же это все на усмотрение двух семей они решают это между собой так переходим ко дню свадьбы в день свадьбы кроме самого празднества происходит еще и подписание контракта скажем так брачного контракта он подписывается между женихом и невестой есть такая практика что скажем так он подписывается между представителями жениха и представителем невесты то есть это может быть отец со стороны невесты и допустим там отец со стороны жениха либо это может быть жених и отец невесты то есть Между мужчинами невеста может вообще даже не приходить, не заморачивать свою прекрасную головку относительно всех этих нюансов. Папа все порешает как надо. Либо если папа в семье нет, он мог умереть, скажем так. Или там точно так же люди разводятся, все что угодно. Это может быть брат, это может быть дядя. То есть любой мужчина, которому невеста доверяет и который сможет защитить ее права в любом случае. Они подписывают контракт. И в этом контракте, кроме всевозможных пунктов, вплоть до того, что каждый четверг мы ходим есть в кафе мороженое. То есть это уже опять же обговаривается между семьями. И кроме всех этих пунктов еще там указывается размер махра. То есть то подношение, которое он во время свадьбы должен отдать невесте. Описывается там столько грамм колец, столько грамм сережек, столько грамм кольет. И обговаривается сразу сумма махра. Сумма махра – это деньги, которые в случае развода жених должен будет выплатить невесте. То есть в случае развода невеста опять остается при махре, при муахре, при шапке, то есть со всеми своими богатствами, которые ей надарил муж. То есть это все заранее обговаривается. И вот этот контракт, он в день свадьбы подписывается. После того, как он подписался, допустим, с утра он подписался, все прекрасно, вечером все, свадьба, гуляем, последняя стадия. Ну, наконец-то. В общем, на самой свадьбе... Я, по-моему, уже про это рассказывала. Ну, ладно, немножечко еще раз расскажу. Может быть, я что-то сейчас новое вспомню. На самой свадьбе приглашается огромное количество людей. Это могут быть не только родственники, это знакомые, знакомые знакомых. То есть туда могут приходить люди, которых ты в жизни никогда не видел и больше уже никогда не увидишь. Но это не важно. Они пришли тебя поздравить. Нет обязаловки, что все там должны принести по 5 рублей, что должны подарить то-то и то-то. То есть люди просто иногда приходят поесть и уйти. Но, собственно, поесть не всегда бывает что, потому что в основном это, опять же, прям стандартный вариант, не сильно богатых египтян, а среднячок такой. Это, как правило, всякие закуски. Чипсы, кока-кола, орешки, там какие-то бутерброды, сэндвичи. То есть, ну, в общем, такой стол а-ля пикник. Нет, там бывает, как бы, да, это, опять же, это вопрос семьи, достатка семьи. Но в большинстве своем у них нет такого, как у нас там. Вот убейся, но накрой стол на 300 человек с горячим, с холодным и с алкоголем. То есть такого нет. По мере своих возможностей стол накрывается тем, на что есть деньги. Опять же, нет никакого алкоголя. Это, понятное дело, что все это исключено, алкоголя нет. У них на свадьбах всегда звучит очень громкая музыка. Могут понавесить всяких фонариков разноцветных, светящихся гирлянд, вот все вот эти мишуры, которые у нас в основном идут на Новый год. Если вы видите дом, на котором висят все эти гирлянды, все, вечером здесь будет свадьба, здесь будет орать музыка так, что вы в закрытой полностью квартире не сможете спать. Все там, если начинается все в доме или в кафе, то потом все это выходит на улицу, вся эта толпа. В общем, это очень громкая музыка. Все танцуют национально, вот эти танцы, хохолай-махолай. Все фотографируются, радуются, знакомятся, угощаются, чем Бог послал. Веселятся, веселятся и радуются. То есть, я уже рассказывала, но еще раз повторюсь, невеста и жених сидят на такой импровизированной сцене, и опять же они могут держаться за ручки. Никаких там горько, целуемся, тра-та-та, ничего этого нету. Это исключено. Невеста, как правило, у них очень закрытые платья, то есть, это и покрытое лицо, и покрытые плечи. И потом уже на вот это покрытие одеваются вот эти стандартные платья а-ля баба на горохе. Ну, это, наверное, отдельная тема про имидж египтянок. Его как-нибудь в следующий раз затрону. В общем, вот такая проходит свадьба. Да, у них нету алкоголя, но у них кальян, который, как правило, заменяет им алкоголь. К сожалению, бывает так. Ну, как бы, да, это запрещено, курить наркотические средства, но что уж тут скрывать. То есть, молодые люди балуются не алкоголем, как у нас, а скорее вот наркотической травкой. Ну, к сожалению, такое есть. Это, опять же, это не везде, это не норма, как у нас, что у нас обязательно должен быть алкоголь. У них нет такой нормы, что обязательно должно быть что-то вот, типа наркотиков. Это не обязательно, даже это запрещено. Но, опять же, мы же понимаем, что из любого запрета есть исключение. И, собственно, в их случае исключение – это не бутылочка пива и не бутылочка водки, а вот более интересные вещи. Вот, собственно, таким образом происходит свадьба между египтянкой и египтянином в основном. Если семья нетрадиционная, нетрадиционная в плане, что мужчина египтянин, девушка из любой другой страны, то вообще ничего этого может не быть. То есть это уже решается между ними. То есть семьи просто ставятся в известность, что вот я встретил его из своей жизни, и я оживлюсь. Это уже, наверное, отдельная тема. Ее, наверное, не буду затрагивать в этом видео, а то оно получится очень-очень-очень длительным, и его сложно будет досмотреть до конца. Вот такая интересная вещь египетской свадьбы, подготовка к египетским свадьбам. Опять же, повторюсь еще раз, что между знакомством и свадьбой могут пройти годы, 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 а то и десятилетия. Я не знаю, меня бесит этот мальчик. Ладно, я не буду отвлекаться. Все, спасибо всем большое за просмотр. Хорошего всем дня. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok